Всем привет! Вы на канале художница Наталья Рязанова. В этом видео я расскажу о триптике открытия мотосезона. Произведение открытия мотосезона состоит из трех частей. Картина связана одним сюжетом и замыслом. Это когда композиционное пространство объединено в одну сюжетную линию, плавно переходящую из одной картины в другую. Как правило, центральная картина несет в себе основную смысловую нагрузку. Открытие мотосезона я написала по своим личным впечатлениям и эмоциям. В тот день сошлось все в одном. Хорошая весенняя погода, скорость, ветер, красивые мотоциклы, сильные и смелые мужчины. Прежде чем приступить к работе над холстами, я тщательно продумывала эскизы, искала сюжет и типажи. Картины написаны яркими, сочно-насыщенными цветами, тем самым показав солнечность весеннего дня, стихийность ветра и динамику движения. Акцент на картинах сделан на игре света и цвета, что подчеркивает и показывает эмоциональность художника и его радость к жизни. Части триптиха разноплановые. На левой и правой картине изображены мотоциклисты. Хорошо можно рассмотреть экипировку сами мотоциклы. Я получила огромное удовольствие работы над эффектными мотоциклами, которые особенно выразительно смотрят солнечный день. Стиль байкера – это кожаная куртка косуха, банданы, ботинки. Видно, что к имиджу подходит очень тщательно и щепетильно. Непонятная сила одежды объединяет байкера с мотоциклом, наполняя каждую клеточку дохом свободы, дает почувствовать скорость сопротивления, а взамен дарует достаточно выработки адреналина. Раздвигая в своей груди океан ветра, растворяясь с ним, он отдается золотые объятия сверкающего солнца, словно весь мир приветствует его, наполняя сердце радостью. Ничем не уступает мотоцикл эндуро – это двухколесный вездеход, где выносливость и стойкость гораздо важнее внешнего глянца и блеска. На центральной части картины изображена уходящая в перспективу дорога, по которой движется колонна мотоциклистов, открывая очередной мотосезон в городе, тем самым даря праздник себе и окружающим. Чтобы управлять мотоциклом, нужно быть физически сильным, выносливым, иметь быструю реакцию и уметь концентрироваться. Когда управляешь мотоциклом, ты попадаешь в своеобразную медитацию, где плохие мысли уходят, и ты полностью концентрируешься на движении мотоцикла. Когда управляешь мотоциклом, то самое главное во всем – это сам процесс езды. Ты получаешь огромное удовольствие, и в это время вырабатывается достаточное количество эндорфинов и адреналина. Про мотоцикл также говорят, что это символ свободы, но в то же время опасный вид транспорта. Лично меня всегда поражали девушки, которые не побоялись сесть вторым местом рядом с мотоциклистом. Это просто как надо любить человека, чтобы доверить свою единственную безценную жизнь. Вы, наверное, меня спросите, почему же меня, девушку-художницу, так привлекла мужская мототема? Наверное, прежде всего, чувством свободы. Как и перед холстом, я чувствую истинную свободу и независимость. Я могу выплеснуть свои настоящие чувства и эмоции тем, которые меня волнуют. Когда художник создает свое произведение искусств, он испытывает трепет, волнение. Если такие чувства не вызывает его произведение, то и зритель никогда не увидит тонких нюансов духовного мира художника, его истинное лицо, то, что его действительно волнует и водит трепет. Наверное, художник тем и интересен своим безумством настоящим. Своими мотокартинами я показала весь всплеск эмоций, которые я испытала на открытии мотосезона. Стихия ветра, динамику движения и радость жизни. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Продолжение следует...